Они научились считать и читать, никогда не устают, испытывают эмоции, а еще знают, чего мы хотим. Начиная с 1990 года, количество публикаций, посвященных практическому применению технологий машинного обучения, устойчивое, а главное, крайне быстро растет. Эффективность применения обученных на грандиозных массивных данных алгоритмах повышается год от года. Многие рутинные производственные задачи автоматизируются. Уже сейчас роботы выполняют 47% всех задач обработки информации, а 37% работ, связанных с физическим трудом. Среднегодовые темпы роботизации производств в период 2014 по 2018 год составляют по миру почти 20%. Неудивительно, что в таких условиях все чаще слышны опасения, дескать, машины заменят людей. Причем эти страхи раздаются совершенно разных сторон. Вместе со страхами приходят решения разного уровня утопичности и обоснованности. Пожалуй, наиболее горячо обсуждаемой является идея безусловного базового дохода. К слову, его введение обосновывают не только страхами перед цифровизацией и предполагаемым в связи с ней повышением уровня структурной безработицы, но и растущим, особенно в развитых странах, неравенством, а также разного рода идеологемами и утопическими видениями дальнейшего хода истории. Пришло время рассмотреть проблему безусловного базового дохода и у меня на канале. Насколько обоснованы экономические аргументы в пользу введения безусловного базового дохода? Действительно ли страны могут себе позволить подобные выплаты? Есть ли подводные камни у этой идеи? И что в действительности нужно делать? Это Fury Opinion, мнение экономиста по конкретной проблеме. Меня зовут Григорий Баженов и мы начинаем. В чем идея безусловного базового дохода? Если коротко, то большинство предложений имеют такие общие черты. Во-первых, универсальность. Доход выплачивается автоматически всем или почти всем, без какой-либо проверки на фактическую необходимость подобных выплатах. Во-вторых, безусловность. То есть у таких выплат фактически нет типичных для социальной поддержки условий. Ну, например, требования искать работу. И в-третьих, адекватность. Размер безусловного базового дохода должен быть установлен на достаточном уровне, чтобы защитить граждан от бедности. Планы, с которыми по амбициозности может сравниться лишь коммунизм в далеком 80-м году. Версий безусловного дохода много, но черты, которые я обозначил выше, вы встретите в каждой из них. Есть версии, когда речь идет о выплатах только в пользу совершеннолетних граждан, встречаются предложения о дифференцированных выплатах по возрастным категориям населения, находятся и такие, что предполагают запрет на получение безусловного дохода осужденными преступниками. Это, конечно, важный аспект реформы социального обеспечения, но, пожалуй, ключевая проблема лежит в плоскости финансирования безусловного базового дохода. Как отмечает Самуэль Хамонт из Несканин-центра, такая универсальная программа трансфертов, как безусловный базовый доход, не может быть проанализирована вне налоговой системы, которая за все это заплатит. Тут важно отметить, что проблемы финансирования безусловного дохода нужно рассматривать с двух сторон. Как со стороны текущего уровня трансфертов, или, если хотите, негативных налогов, так и со стороны налогов, или, если угодно, негативных трансфертов. Ряд авторов полагает, что безусловный доход – лишь дополнение к текущей системе социальной поддержки и ничего, в общем, отменять не нужно. Другие, например, либертарианцы Чарльз Мюррей и Мэтт Заволинский, говорят, что безусловный доход – это полноценная замена Вилфейр Стейт. К слову, Мюррей идет еще дальше и требует отменить не только трансферты гражданам, но и субсидии бизнеса, например, аграриям и железнодорожным перевозчикам. Сторонники отмены Вилфейр Стейт считают, что большая часть или вовсе все финансирование может быть получено за счет отмены существующих социальных программ. По оценкам журнала Economist, Соединенные Штаты в 2016 году могли бы платить каждому человеку по 6300 долларов в год или 525 долларов в месяц, если бы обнулили все выплаты, не связанные с медицинским обеспечением. Но мы-то с вами знаем, какие политэкономические сложности встречаются на пути у того, кто хочет отменить те или иные выплаты гражданам. Политики намного проще идут на повышение налогов, чем на отмену или даже замену трансфертов. Учитывая нынешнюю политическую обстановку в США, крайне сложно поверить, что найдется политик, который возьмет на себя подобную смелость. Более того, эта смелость в конечном итоге должна вылиться в полноценный закон, действие которого не будет отменено, если ветер вдруг подует в другую сторону. Намного более вероятно введение небольшого безусловного дохода в дополнение к другим выплатам. Можно, конечно, подумать про сокращение оборонных расходов, но о чем это я? Право слово. Военные – это как водится святое. Вторым источником финансирования выступают, конечно же, налоги. Обычно источником видят повышение верхней границы подоходного налога, предлагается также прогрессивный земельный налог, налог на финансовые операции или налог на выбросы углерода. В свете рассуждений о финансировании безусловного дохода посредством роста налогов интересно поговорить о видении экономиста Грегори Мэнкио. Мэнкио предлагает абстрагироваться от политического вопроса, стоит ли больше перераспределять, приняв за аксиому, что, к сожалению или к счастью, да, стоит. И подумать над тем, как это сделать лучше всего. В общем, типичный экономист. Цель задана, а мы о средствах. Рассмотрим двух гипотетических руководителей крупных корпораций. Допустим, они оба зарабатывают 10 миллионов долларов в год. Следовательно, они входят в 1% людей с наиболее высокими доходами. За исключением доходов, этих людей ничего более не объединяет. Один руководитель, которого зовут Сэм, живет роскошной жизнью, он пьет дорогие вина, ездит на Феррари и летает на личном самолете. Он также жертвует значительные средства политическим партиям в надежде получить определенную выгоду. А когда это не приносит политического влияния, он начинает тратить огромные деньги в попытках избраться в президенты. Второй руководитель – Фрэнк. Он зарабатывает столько же, сколько и Сэм, но находит деньгам иное применение. Он живет скромно, а большую часть средств откладывает. Вместо участия в политике он инвестирует деньги в успешные стартапы, в тех областях, в которых хорошо разбирается. Он планирует распределить часть своего богатства между членами своей семьи, однако большую часть он направит в свою альмаматор для поддержки будущих поколений. Вопрос. Кто должен платить больше налог? Мэнкью считает, что Фрэнк должен платить меньше. В самом деле, деятельность Фрэнка несет значительные положительные внешние эффекты для общества. С одной стороны, Фрэнк готов пожертвовать значительную сумму своей альмаматор. С другой, капиталовложения Фрэнка снижают их общую отдачу и повышают производительность труда, что ведет к росту реальных заработных плат. Для тех, пишет Мэнкью, кто озабочен проблемой распределения доходов, это должно быть весомым аргументом. Если мы повысим ставку подоходного налога или введем налог на наследство, Фрэнк может перестать действовать так, как действовал ранее. В то же время Сэм вряд ли откажется от своих привычек. Я не готов осуждать тягу к роскошной жизни. Однако, если мы хотим сохранить положительные внешние эффекты таких, как Фрэнк, возможно, следует последовать совету Мэнкью и вместо повышения ставки подоходного налога финансировать безусловный доход за счет НДС. Если, конечно, мы его собираемся вводить. Ведь именно потребительские привычки Сэма выступают своего рода триггером, усиливающим обсуждение проблемы перераспределения. Впрочем, снова оговорюсь. Описанная логика не касается вопроса, действительно ли нужно больше распределять. Она релевантна вопросу, как это лучше сделать. Как ни крути, но иных путей финансирования безусловного дохода нет. Можно, конечно, просто напечатать денег, но следует помнить, что такая выплата регулярно и очень значительно в валовом выражении. Без высокой и прогрессирующей инфляции здесь вряд ли обойдется. Поэтому такой вариант мы, конечно, рассматривать не будем. В России нет безусловного базового дохода. И пока мы рассчитываем только на себя, приходится постоянно искать инвестиционные инструменты для сохранения и приумножения своих сбережений. Если вы не готовы к большим рискам и не хотите тратить на процесс инвестирования много времени, присмотритесь к инвестициям в реальные активы, таким как индустриальная недвижимость PNK Rental. Что особенного в этом инструменте? В инвестиционном фонде PNK Rental уже построены и сданные в долгосрочную аренду индустриальные здания. Все они соответствуют критериям качества PNK Group. Это высоколиквидные объекты, за которыми выстраивается очередь из покупателей. PNK Group – девелопер индустриальной недвижимости, построивший в России за 17 лет сотни объектов. Девелопер на постоянной основе является соинвестором PNK Rental и предоставляет фонду объекты на особых условиях. Порог входа – 5000 рублей, то есть попробовать может каждый. Инвестиции начинают работать с момента вложений. Инвестор становится владельцем паев фонда, в котором здание уже генерирует арендный поток. Целевая доходность PNK Rental – 11,5% годовых, и она была подтверждена в третьем и четвертом кварталах 2020 года. Выплата дохода производится ежеквартально. Стать инвестором можно онлайн на PNK Rental.ru. Инвестор в любой момент может пополнить портфель или вывести часть средств, а также выйти из фонда полностью. Ссылка в описании. Сторонники безусловного базового дохода редко дают детализированные расчеты, как правило, ограничиваясь предварительными. В общем-то, их аргументация строится на том, что оплатить его в принципе возможно, а детали мы оставим на потом. Однако, это как раз одна из ключевых проблем. Программа безусловного базового дохода не просто дорогая, а грандиозно дорогая. К тому же имеет ряд эффектов, которые вряд ли можно назвать желаемыми. Прикидки экономистов, сделанные за последние годы, дают просто астрономические цифры. Например, в России размер минимальной заработной платы составляет сегодня порядка 13 тысяч рублей в месяц. Пусть это и есть та самая базовая сумма для гипотетического безусловного дохода. Умножим ее на 147 миллионов граждан России, а затем на 12 месяцев. Получается, что годовая сумма, покрывающая выплаты по безусловному доходу, составит порядка 23 триллионов рублей. Эта сумма превышает доходы федерального бюджета России за 2019 год. Чтобы платить безусловный доход по границе бедности в Чили, придется тратить сумму, эквивалентную почти 20% ВВП. В Индии примерно 22% ВВП. В Непале около 35%. Те самые 525 долларов в месяц каждому гражданину США обойдутся почти в 10% ВВП. Суммы действительно значительные, особенно если учесть, что расходы на другие программы вряд ли порежут. И, кстати, выплаты в 525 долларов в месяц примерно в два раза ниже установленной границы бедности для граждан Соединенных Штатов. Но допустим, что какие-то социальные трансферты действительно порежут, введут или поднимут определенные налоги. Возникнут ли какие-то дополнительные проблемы? Увы, да. За примерами далеко ходить не нужно. Показательными в этом смысле оказались эксперименты, проведенные в Монголии и Иране. В Монголии, где за счет универсализации детских пособий было введено нечто похожее на безусловный доход, этот эксперимент закончился значительным ростом госдолга и падением размера самих выплат. С 89 долларов в месяц до 7-17 долларов. В Иране, где 92% населения страны на протяжении 5 лет получали около 400 долларов в месяц на домохозяйство, эксперимент закончился заметным ухудшением макроэкономической ситуации, которая заморозила индексацию выплат и привела к сворачиванию всего проекта. В общем, для бедных стран и стран со средним доходом такая политика способна подорвать экономическую устойчивость. Но и это еще не все. Эксперименты с безусловным доходом, о которых любят рассказывать СМИ, вряд ли могут нам сказать что-то об общей динамике экономики. Они скорее направлены на изучение поведенческих и психологических эффектов среди тех, кто получает безусловный доход. В экономике ситуация, когда по-настоящему масштабный эксперимент не поставить, не является редкой. Для более комплексной оценки последствий введения безусловного дохода, экономисты могут использовать количественные модели, которые становятся своего рода лабораториями для анализа разных типов политики. Так, в статье «Макроэкономика автоматизации. Данные теории и анализ политики» Нир Хаймович и соавторы оценивают результативность различных политик, которые призваны сгладить негативные эффекты автоматизации для разных групп работников. Авторы делают оценку на базе разработанной ими количественной модели общего равновесия, с гетерогенными агентами. Анализируя воздействие введения безусловного дохода, который финансируется налогами на доходы высококвалифицированных рабочих, экономисты приходят к выводу, что такая политика приводит к сильному падению дохода высококвалифицированных специалистов, снижению совокупного выпуска и совокупного дохода, при росте безработицы и снижении создания рабочих мест. Короче говоря, все это дорого, плохо сказывается на общем благосостоянии и подрывает экономическую стабильность. Неравенство, к слову, снизится, но цена безусловного дохода слишком высока и касается всех. Теперь об автоматизации рабочих местах. Еще в 1983 году Нобелевский лауреат по экономике Василий Леонтьев писал «Роль людей как самого важного фактора производства обречена на снижение, точно так же, как использование лошадей в сельскохозяйственном производстве сначала снизилось, а потом полностью прекратилось после изобретения трактора». Пессимизм Леонтьева разделяют и сегодня. В 2013 году исследователи Оксфордского университета Карл Фрей и Майкл Осборн подсчитали, что около 47% занятых в США подвержены высокому риску компьютеризации. Австралийское исследование, опубликованное Комитетом экономического развития Австралии, показало аналогичный результат. Около 40% рабочих мест в Австралии подвержены высокому риску компьютеризации или автоматизации в ближайшие 10-15 лет. Но! Во-первых, эти оценки были оспорены. Так, Мелани Арнс, Терри Грегори и Улих Зиеран утверждают, что исследования, показывающие, что большая часть текущих рабочих мест подвержены риску автоматизации, страдают от методологических проблем. В то время как Оксфордское исследование приводит цифру в 47%, Арнс, Грегори и Зиеран оценивают фактическую долю подверженных риску автоматизации рабочих мест в 9%. Согласитесь, разница более чем значительна. Во-вторых, отличие человека от лошади в том, что у нас есть сравнительное преимущество перед машинами в новых и более сложных задачах. Если лошади проиграли трактору и полностью ушли со сцены производства, то люди могут придумать новые задания, что связано с ростом все большего потребления услуг. Несмотря на все опасения о грандиозной структурной безработице в связи с технологическим прогрессом во второй половине 20 века, в данных мы видим, что тренд по безработице в самых технологически развитых странах был нисходящим, вплоть до конца второго десятилетия уже века 21-го. Даррен Асимоглу и Паскаль Рестрепа показывают, что рост занятости наблюдался в тех отраслях, где наблюдалась высокая доля новых названий работы. Короче говоря, изобретения создают новые задания, а у человека в этом сравнительное преимущество. Новых заданий становится больше по мере технологического прогресса, а вместе с ними появляются новые профессии и рабочие места. Можно ли сказать, что никакой проблемы в отношении рабочих мест автоматизация не создает? Нет, нельзя. С одной стороны, если нечто раньше преодолевалось без особых проблем, это вовсе не означает, что так будет и дальше. Вряд ли мы можем так смело экстраполировать. С другой, что, пожалуй, важнее, никто не отменял тех трудностей, с которыми сталкиваются люди, профессии которых были заменены роботами. Но вряд ли безусловный доход с его колоссальными издержками благосостояния – это хороший рецепт. Американский экономист Джейсон Фруман утверждает, что безусловный базовый доход решает неправильную проблему. Технологии становятся стимулом изменения навыков, необходимых для новых заданий. Ответ заключается вовсе не в том, чтобы постоянно поддерживать менее образованных граждан за пределами рынка труда. Это сродни протекционизму. Ответ в том, чтобы вкладывать средства в образование и программы профессиональной переподготовки. Новыми возможностями должно пользоваться как можно большее количество людей. Короче, вкладываемся в человеческий капитал, друзья, и автоматизация перестает быть такой страшной. Итого, первое. Безусловный базовый доход – это дорого. Адекватный безусловный базовый доход – это грандиозно дорого. Если он низкий, то зачем он, в общем-то, нужен? Не проще ли совершенствовать действующие адресные системы помощи, настраивая дизайн выплат? На мой взгляд, куда проще. Второе. Оплатить безусловный базовый доход можно только повышением налогов. Можно, конечно, мечтать о сокращении других программ в паритете с ростом выплат по безусловному доходу, но здесь мы сталкиваемся с множеством политэкономических трений и проблем. Дизайнить механизмы сравнительно проще, чем перестраивать всю систему целиком. Третье. Вряд ли сокращение неравенства окупит те издержки, которые влечет за собой безусловный доход. Тут вам и ущерб совокупному благосостоянию, и подрыв макроэкономической стабильности, и в перспективе политическая и социальная дестабилизация. И четвертое. Безусловный базовый доход – это плохое лекарство болезни ряда профессий и рабочих мест, которое возникает в рамках процессов автоматизации. Образование и переквалификация стоят дешевле, а внешние эффекты от них положительные. Чего не скажешь о безусловном базовом доходе. Субтитры создавал DimaTorzok